Одно из самых странных существующих когда-либо творений в сегодняшней передаче «Момент творения». Ведущий момента творения – Иан Тейлор. Когда это очень странное животное впервые обнаружили в сланцах Берджиса, в канадских скалистых горах, ученые буквально не могли отличить его головы от хвоста. Во время реконструкции червеобразного существа они собрали все в точности наоборот. Собрали его вверх ногами и поместили голову туда, где должен был быть хвост. Даже после того, как ученые наконец разобрались со всем этим, существо все равно выглядело как нечто, похожее на галлюцинацию или ночной кошмар. Поэтому его и назвали галлюцигением. Это странное на вид животное было чуть больше двух дюймов в длину, а из его спины торчали семь пар когтеподобных шипов. С нижней стороны было столько же хлипких лапок, увенчанных когтями, а с шеи свисал один ряд щупалец. Используя продвинутые видеотехнологии, ученые выяснили, что на самом деле голова находилась на конце длинной, похожей на трубку шеи. На конце головы находились два фасолевидных глаза. Под ними расположено кольцо зубов в форме странной ухмылки, говорит палеонтолог Мартин Смит из Кембриджского университета. Все эти различные части тела показывают довольно сложную конструкцию для животного, не имеющего предка, не так ли? Да, сланцы Берджеса и Кембрийский взрыв всегда были кошмаром для эволюционистов. В конце концов, как могло такое большое разнообразие очень сложных существ внезапно появиться из ниоткуда? Если они эволюционировали, то от чего они произошли? Какой кошмар для эволюционистов? Зайди на веб-сайт creationmoments.com и сможешь прочесть еще больше подобных статей для взрослых и детей, проповедуя свидетельство правды Божьей.